Как бы уютненько и привычно нам не было на старом Windows, рано или поздно придется поставить десятку. Microsoft уже объявила, что процессоры Intel, AMD и Qualcomm следующего поколения будут поддерживаться только в последней OS. А иногда, купив ноутбук, можно обнаружить, что драйверы в его комплекте подходят только под Windows 10. Некоторые, конечно, противятся, так как десятка якобы шпионит за пользователем. Но в этом видео я расскажу, как сделать так, чтобы даже самые отдаленные мысли о шпионаже вас не посещали. И какие функции после обновления OS лучше сразу отключить. Итак, начнем с автоматических обновлений системы. Да, в каких-то случаях они приносят пользу и латают найденные производителем дыры в OS. Но в некоторых случаях доставляют массу неудобств, конфликтуя с драйверами и программами. Если вас и так все устраивает и вы не хотите получать обновление системы, то жмем комбинацию клавиш Win плюс R, вводим Services MSC и нажимаем Enter. Откроется список служб операционной системы. Находим центр обновления Windows. Двойным кликом мыши открываем ее свойства. Жмем Остановить и выбираем тип запуска. Отключено. На этом все. Жмем ОК и перезагружаем систему. Способ подходит для любой версии Windows. Самым безвредным вариантом будет пользоваться обновлениями и отключить их автоматическую установку, а также перезагрузку ПК. Для этого откройте меню Пуск, Параметры и найдите центр обновлений. После этого выберите дополнительные параметры и уведомлять о планировании перезагрузки. Снимите первую галочку и поставьте вторую. Теперь система сама не перезагрузится, а обновление вы сможете установить позже. То есть оно скачается, но будет ожидать вашего одобрения. Тем временем можно будет изучить отзывы других пользователей и потом уже принять окончательное решение. Все еще боитесь, что проворные обновления все-таки прорвутся на ваш ПК? Тогда отключите их получение из нескольких мест. В окне настроек перейдите в обновления и безопасность, после чего в разделе «Центр обновлений Windows» нажмите «Дополнительные параметры». А затем кликните сюда и выключите функцию. Далее разберемся с настройками конфиденциальности. Шпионы уже везде. Компании Apple, Google уже давно собирают о нас с вами данные, чтобы потом эффективнее продавать рекламу. С одной стороны, это как бы хорошо, вам не будут стараться продать слона. С другой, на серверах хранится куча персональных данных, и не всем это нравится. Чтобы Windows 10 не шпионила и не грузила систему периодическим анализом и отправкой данных, заходим в меню «Пуск», «Параметры» и жмем на «Конфиденциальность». Далее на вкладку «Общие». Отключите вот эту опцию. После этого найдите речь, рукописный ввод и ввод текста, и нажмите кнопку «Остановить обучение». Теперь система не будет изучать ваши голосовые, текстовые, рукописные сообщения. Также отключится цифровой помощник «Картана», который и так на русском пока не умеет разговаривать, но собирать информацию уже может. Дальше пройдитесь по остальным вкладкам конфиденциальности и решите, с чем вы согласны, а с чем нет. В основном здесь все понятно описано, тем не менее остановлюсь на некоторых пунктах. Общее. Первый тумблер. Идентификатор запоминает, что вам рекламировать в приложениях. Если выключить, реклама останется, но будет хаотичной. Второй тумблер лучше оставить для повышения безопасности системы. Отзывы и диагностика. Выберите никогда и базовые сведения, если не хотите, чтобы система собирала и отправляла в Microsoft сведения о работе вашего ПК. Фоновые приложения. Выберите, какие программы могут работать в фоне, то есть скрыто. Просмотрите список, там может найтись неизвестное приложение, которое садит батарею ноутбука или постоянно отправляет в сеть какие-нибудь данные. Вообще, раз в несколько месяцев смотреть, что у вас работает в фоне, порой оказывается очень полезно. Еще есть несколько пунктов, которые снижают безопасность вашего компьютера. В окне «Все параметры» перейдите в «Сеть интернет». В разделе «Вай-фай» пролистайте вниз и нажмите «Управление параметрами сети Wi-Fi» и отключите два предложенных пункта. Если при переходе на новый Windows вас активно достают всякого рода уведомления, то это тоже можно исправить. Для этого нажмите «Пуск», «Параметры», «Система» и откройте вкладку «Уведомления и действия». Здесь можно выключить их вовсе или настроить для отдельных приложений. В завершении хочу отметить, что все следящие функции Windows 10 можно отключить при ее установке. Вместо этого многие пользователи жмут «Далее», «Далее», «Пропустить». Поэтому не торопитесь что-то устанавливать в экспресс-режиме. Так можно и своими данными со всем миром поделиться, и вместе с установленной программой поставить кучу плагинов для браузера, или, что еще хуже, рекламных ботов. Все приведенные советы проверены, но, конечно, выбор их использования остается только за вами. На этом все. Надеюсь, мои советы будут для вас полезны. Если да, ставьте лайк, рекомендуйте видео друзьям, подписывайтесь на наш канал и до скорой встречи. Также узнайте, как найти потерянный или украденный смартфон, и посмотрите гайд по выбору ноутбука.